Дорогие друзья, с вами передача технологии успеха IT и ее ведущие Александр Неупокоев и Василий Богданов. Спасибо, Александр. Здравствуйте, друзья. С удовольствием представляю наших гостей. У нас сегодня в студии Василий Агафонов, генеральный директор компании IPAM Systems. Здравствуйте, Василий. Добрый день. И Артак Аганасиан, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании IPAM Systems. Артак, здравствуйте. Добрый день. Мы поговорим в нашей программе о том, в чем секреты выживаемости, успеха в области IT. Успеха прежде всего. Да, хотя времена непростые, иногда бывает, что выжить уже успех. Но вначале несколько слов про компанию, на чем вы специализируетесь, чем занимаетесь. Компания у нас существует с 1993 года, то есть история уже достаточно приличная. Начинали с 20 человек, сейчас у нас уже порядка 15 тысяч, это только производство. Компания специализируется на разработке заказного программного обеспечения. Заказчики у нас по всему миру. Это и Северная Америка, и Европа, и страны СНГ. География центров разработки, она тоже очень широкая. Это и страны СИАЭС, Белоруссия, Россия, Украина, Казахстан. И в последнее время мы сильно растем и в сторону Запада, и в сторону Востока. То есть это Польша, Болгария, Китай, Индия. А по отраслям или видам программного обеспечения есть какая-то специализация? По отраслям есть, конечно. Она зависит от рынка. Про Россию мы говорим. Если про Россию, то у нас здесь исторически так сложилось. Большая часть это банковские клиенты из банковской сферы. Причем банки это разные. Это и розничные, и корпоративные. Очень много инвестиционных банков. Практически все топ. Инвестиционные банки наши клиенты. Московская биржа, НРД. То есть вот этот сектор страховой бизнес у нас здесь очень хорошо. А для них вы в основном что разрабатываете? Потому что обычный банк использует там несколько десятков программных продуктов. Вот вы что для них делаете? Если это под заказ, то это практически все направления. Есть и пэк-офисные решения. То есть это дополнение к банковским системам, к самим ядровым. Это процессинговые системы, биллинговые системы, на которых банков там взаиморасчеты по ЖКХ и так далее производятся. И в последнее время это просто лавина растет. Все, что относится к фронтальной части самообслуживания. Интернет-банк, дистанционный банк, мобильный банк, легкие рабочие места для сотрудников самого банка. Отлично. Вот давайте на этом мы тогда сконцентрируемся. Потому что в передаче за 26 минут невозможно про все поговорить. А вот это очень хорошая тема. Потому что сегодня, ну мы тоже часто у нас есть передачи, в которых много банкиры бывают. И они все как раз говорят о том, что вот эти фронтальные решения сегодня действительно на острие, что называется, спроса. Потому что нужно коммуницировать с потребителями дешево, быстро, удобно для них, там эффективно, безопасно, еще там масса-масса параметров. Вот с вашей точки зрения, сегодняшний вот этот рынок, банковский спрос, он какой? Потому что ситуация непростая, да? Доходности снижаются, косты режутся. И в то же время банки говорят, что нам нужно иметь инструменты, взаимодействие с конечным потребителем, чтобы он к нам приходил, оставался и все прочее. Смотрите, бизнес становится все больше и больше кастомер-центрик. То есть во главе угла ставится покупатель. И, собственно говоря, он определяет правила игры. И все построено вокруг этого. Пользователю что надо? Он должен иметь возможность в любое время, в любом месте воспользоваться своими средствами. С любого устройства? С любого устройства, да. И отсюда идет как бы вся вот эта логика конкуренции среди банков. То есть предоставить ему такие инструменты, чтобы ему было удобно. То есть банк становится не самоцелью, это просто средство, которое чем меньше заметно, тем для пользователя лучше. У меня счета, я работаю с несколькими банками, и когда я совершаю, например, транзакцию ночью, один банк тут же ночью ее и проводит. И я вижу поступление. Другой банк, я там в час ночи совершил транзакцию, но она осуществляется только в 9 или в 10 утра. Это от чего зависит? От самого приложения, либо это просто волевое решение банка? Нет, ну смотри, там обычно есть две системы. Это фронтальная и то, что называется back-office. Если между ними есть хорошая интеграция, то это все происходит в реал-тайме. Если интеграция отстает от жизни, то, соответственно, это может занимать сутки. Обычно не больше суток. То есть, по сути, это и есть ваша задача интегрироваться в единый комплекс, чтобы где бы ни была инициированная операция, это произошло быстро и легко. На самом деле, там сейчас идет коренная перестройка в банках. Все изначально АБС, автоматизированные банки, были построены на то, что им функциям пользуются сотрудники банка. И вдруг оказалось, что вот это все надо вытаскивать наружу. То есть, операционистом становится сам потребитель. Это смена парадигмы. Да, и это ломает все процессы. Потому что банковские системы были решены на то, что где-то процесс сваливается в некий ящик, из которого сотрудник middle-office, back-office, он с глазками просматривает и дает добро. Сейчас этого не нужно. Сейчас это нужно делать либо автоматически, либо с помощью автоматического скоринга, если это кредитный конвейер, либо еще каким-то инструментарием. Ну, то есть, все это перевести на автоматизированный бизнес-процесс, а не на вовлечение сотрудников. И это ломка для многих банков. Ну, вот в том-то и вопрос. Сами банки это видят? Они этого хотят? Либо это ваша задача? Вы находитесь на острие. Банки, на самом деле, очень сильно напуганы конкуренцией, которая идет со стороны глобальных интернет-компаний, таких как Google, Amazon. И те, кто смотрит на 5-10 лет вперед, они реально понимают, что банк в традиционном виде, он скоро перестанет существовать. Практически все крупные банки сворачивают свои отделения. То есть, это там закрываются отделения. Физические отделения. Физические отделения, да. Сотнями, тысячами. Этот процесс идет и в России тоже. И клиент, он все больше и больше уходит в интернет. И поводов приходить в такое традиционное отделение, на самом деле, очень мало. То есть, это получить карточку банковскую. И то по почте уже можно получить. Заявление тоже. Там, на самом деле, есть хитрость. Нормальный банк, он строит то, что на Западе называется Omni-channel. На русском мы так и не смогли перевести это слово. Многоканальность. Омни-channel, это, если уж совсем буквально переводить, это всеканальность. То есть, смысл в том, что там, где банк теряет деньги, затраты, перевести на самообслуживание. Там, где банку нужно, чтобы клиента завлечь, и с ним, чтобы поработал продавец, или тот, кто финансовый консультант, советник, там лучше клиента заманить в отделение. Потому что, когда клиент сам покупает через интернет, он купит минимум. Когда ты его затащил к себе и правильно с ним поговорил, он не просто... То есть, презентовать ему продукты надо, наверное, сочетая и интернет-инструменты, и общение личное, а вот обслуживание текущее, это уже все в интернет. Артак, вот как раз интересный вопрос. Вот вы произносите слова, нужно заинтересовать, нужно вовлечь, но это уже маркетинг в чистом виде. Как в вашей работе учитывается и техническая основа, чтобы все работало грамотно, хорошо и быстро, но при этом это было интересно и завязано на маркете? Кстати, это очень хороший вопрос, потому что IT-компании, они исторические, это такие люди, которые погружены в технику, в написание программ, и вдруг вам нужно выйти на другую совершенно территорию. Вам нужно не просто сделать рабочий инструмент, но сделать его, как вы говорите, привлекательным для конечного потребителя, удобным, юзабилити, то, что вот эти слова. Это же значит, что у вас должны появляться маркетинговые компетенции. То есть, это ваша задача? История нашей компании показывает. За последнее время мы поглотили несколько агентств, которые назывались цифровыми агентствами, агентствами по digital agency, или digital strategy, digital marketing, еще такое слово, как CXD новое появилось, то есть это Customer Experience Design, то есть, что раньше называлось польский интерфейс, или дизайн польского интерфейса, сейчас это более широко смотрится. То есть, это компании, которые смотрят, и они, кстати, идут из ритейла, идут из индустрии путешествий, тревела, из индустрии. Самые сложные тематики. Там, где отцифровка прошла сразу. Интересно. Вы уже давно не помните, что такое бланк строгоотчетности в покупке путешествий, или бронировании отелей, или еще что-то. Идея в том, что выстроить путь клиента, то, что по-английски называется Customer Journey, путешествие, так, чтобы, когда нужно, он появлялся и физически с нами контактировал, или мы к нему приходили, созванивались, когда переходит в следующей транзакционной части, чтобы он обслуживал себя сам. И выстраиваются вот эти пути, выстраивается система так, чтобы в нужный момент стимулировать переход из оффлайна в онлайне обратно. То есть вы приобрели себе компетенции, в том числе и в маркетинге? Да, за последние три года мы купили три таких компаний, которые занимаются именно дизайном, проектированием интерфейсов. А вот как в связи с этим изменилась ваша услуга? Вот вы теперь тогда банку что предлагаете? Просто некое техническое решение? Или вы говорите ему подкрыть, что смотри, вот у тебя существует сегодня вот такое взаимодействие с мобильным банком или с онлайн-банком? С клиентами. С клиентами, да. Или, например, мы можем, вот мы сейчас видим, что у тебя здесь вот там плохая конверсия, так сказать, или там не приходят к тебе клиенты или что-то еще. Вот как это все? Вот пример такой для западноевропейского крупного банка, глобального банка. Когда вот мы приобрели эти компании, они в основном работали на рынке ритейл и FMCG, то есть это товарно-народное потребление и розница. И они умели работать там, продавать одежду, парфюмерию или еще что-то такое, вот что действительно связано с брендом, с ощущениями, и это можно как-то. Их ребят, консультанты по цифровому маркетингу и польскому интерфейсу, плюс ребята, которые у нас занимаются инвестиционным банкингом и автоматизируют вот это направление, именно финансовые рынки, они вместе пришли к идее, как построить новое планшетное решение, которое позволяет клиентам управлять своим благосостоянием, wealth management. Сама концепция пришла именно от наших ребят. Как это все построить, чтобы повлечь людей в эту игру, планирование своего благосостояния. Банк об этом даже не думал. А вы, когда приходите к банку, вы себя позиционируете как кто? Как IT-компанию или как компанию? Это уже не IT, не маркетинг, это уже консалтинг. Это компания, которая трансформирует традиционный бизнес цифровой. Вы знаете, ситуация, разные заказчики, разные потребности, разный уровень зрелости, поэтому наше предложение, оно соответственно отличается от того, что нужно заказчику. Где-то мы приходим просто как руки. То есть у заказчика есть понимание, что он хочет, и он считает, что сам понимает там маркетинговую сторону дела и так далее. Есть те, кто специально, их цель сгенерировать какие-то новые идеи. То есть есть такая популярная тема хакатон среди айтишников. То есть это там за день надо разработать какой-то прототип, достаточно простой, какую-то идею реализовать. Допустим, западные банки, они привлекают достаточно большое количество разработчиков, это именно такие конкурсы, хакатоны. В результате они получают много идей креативных, и дальше какие-то эти креативные идеи идут в разработку. Мы активно участвуем тоже в таком движении. Это взаимное обращение. И банка, и эти. И, собственно говоря, дальше это может идти уже в реализацию нашими силами, другими силами и так далее. Хорошо. А вот смотрите, если мы говорим только про этот сегмент, про банковский, ведь количество игроков, потенциальных заказчиков для вас, оно конечное и весьма невелико. Ну это там 30, ну может быть 50, ну максимум 100 банков, которые серьезно вкладываются в онлайн-банкинг и бьются за рочным потребителем или там микробизнес. Ну то есть это тот массовый сегмент, где нужно все это переводить на обслуживание, самообслуживание, и где важны маркетинговые, да, вот эти технологии. Соответственно, количество клиентов невелико. А как тогда происходит вот ваше с ними взаимодействие? Ведь вы же не одни на рынке, и другие компании разрабатывают то же самое, да? Значит, как вы предлагаете эти идеи, как вы анализируете? То есть вы, например, заходите на сайт Альфа-банка, его тестируете сами, да, на удобство пользователя, и пишите им письмо. Ребята, вот я тут как пользователь попробовал, там неудобно это, неудобно это, неудобно это, я могу вам это все сделать. Или как это происходит? Но давайте мы об этом поговорим во второй части нашей программы, а сейчас прервемся. Дорогие друзья, с вами передача технологии успеха IT, и мы вернемся после небольшого перерыва. С вами передача технологии успеха IT, ее ведущие Александр Неупокоев и Василий Богданов. Снова здравствуйте, друзья. Напоминаю, что у нас в гостях Василий Агафонов, генеральный директор компании PAM Systems, и Артак Аганисян, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании PAM Systems. Еще раз здравствуйте, коллеги. Продолжаем разговор. Как вы находите своего нового клиента, нового старого клиента? Потому что количество банков невелико. Есть ли они сейчас? Или рынок уже четко сегментирован? И самое главное, что у них уже у всех есть онлайн-банкинг в том или ином виде, онлайн и мобильный. То есть это не значит, что чистое поле. Вы должны прийти в компанию с уже существующим сервисом и каким-то образом свою услугу продать. На самом деле, даже не топ-20, не топ-30, мы даже практически работаем только с топ-10 в России. Тем более. То есть топ-10 страховых, топ-10 банков, топ-5 инвестиционных компаний России. Так просто прийти и сказать, что у вас что-то не так и надо поменять, это сложно, особенно в России, где все знают, как надо. Основной наш конек это качество, в первую очередь. Потому что надежность и качество решений, особенно в банковской сфере, тем более тех, которые на переднем крае, с которыми работает конечный потребитель. Качество, имеете в виду надежность, безопасность или что? Это все вместе. Это все вместе. Надежность, производительность, безопасность, красота, привлекательность интерфейса и так далее. То есть большинство решений, которые вот здесь к нам переходят, это что-то, что разработано внутри банка или кем-то, что пришло в какой-то момент в тупик, либо связано с проблемами с той же производительностью, пульсом интерфейсом, или развязыванием, то, что мы вначале говорили, фронт-офис, бэк-офис, так бы интегрировать, развязать их, чтобы они могли работать. То есть оптимизация внутри бизнес-процесса. Таким образом, мы получили, например, онлайн-банк с Райфайзеном, онлайн-банк с ВТБ-24, и уже следующее поколение делаем мы. Вот вместе с банком, потому что без IT-банка, без департамента инфляционной технологии банка это все невозможно. И это все невозможно без бизнес-структур банка. Там, где бизнес-подразделения, заказчики внутренние, они продвинуты, там действительно мы можем с ними работать. А вот, кстати, хороший вопрос затронули. А кто внутри банка является вашим главным заказчиком? Председатель правления, руководитель массового бизнеса, там, розничного бизнеса, IT-директор? В первую очередь заказчиком является тот, кто отвечает за электронные каналы. Чаще всего это кто-то, кто либо в рознице, либо в малом-среднем бизнесе. Хотя для крупных банков тоже сейчас есть решение дистанционного банковского обслуживания достаточно специфичное. И там тоже есть заказчики, которым это требуется. Там просто более сложные документы оборота, связанные с большими сделками, так скажем. То есть, конечные заказчики это они. Естественно, мы работаем через департамент инфекционных технологий всегда. Либо в содружестве с ними, либо вместе с ними. В случае со Сбербанком это Сбербанк технологии, например. Ну это, да, отдельное у них предприятие. В случае Альфа-банка Альфа-лаб достаточно интересная структура, которая такой внутренний стартап внутри банка, при этом он же и заказчик, и он же и исполнитель. То есть, такое интересное взаимодействие с ними идет. Откуда сейчас происходит инициация новых идей, которые, ну, необходимо уже реализовать? Это все-таки наш собственный внутренний опыт, российский опыт, когда вы видите, что да, там неудобно поступать, там обратная связь от клиентов. Либо все-таки это западные решения, которые идут впереди. И, кстати, еще один вопрос сюда же. Кто чаще выступает генератором? Заказчик вам говорит, смотрите, надо вот, ну, там, изменить, улучшить? Или это вы говорите, смотрите, вот есть там новые решения, новые идеи, там, так-то и так-то? Чаще всего происходит так. Мы, компании типа нашей или ведущие производители, как IBM, Oracle, Adobe, вот, занимаемся, то, что называется, образованием рынка. То есть, публикуем, говорим, там, и чаще всего это, там, на сколько-то лет вперед, там, космические дали, бороздят океаны, там. А, кстати, это интересно, да. После этого все это, как бы, оседает, обычно в виде трехбуквенных аббревиатур, как SOA, там, еще какие-то UXD, CXD, оседает в головах у банкиров, вот, через какое-то время изнутри банка идет запрос, там, ребята, очень обычная модель, Big Data, да, ох, новое слово, красивое, там, не знаем пока еще что, но вы сами нам говорили, что это интересно. Есть ли у вас там что-нибудь по Customer Journey, вот мы слышали, такое вот западное слово. То есть, он, так-такое, и в этих случаях они уверены, что они это сгенерировали, и мы не против. Какой-то интересный подход. Человек увижу, что он сам это придумал, да, хотя заранее, это может быть, еще заразит. И все-таки основная инициатива найдет от заказчика, то есть, никто, никто не знает лучше бизнес, чем заказчик, да, то есть, ну, мы все-таки айтишники, и наша задача внимательно слушать, какие задачи, потребности есть у заказчика, и дальше предложить решение тех проблем, которые он обозначил. Да, вы должны компублировать самый лучший опыт, но внимательно слушать, а что вот, а может быть, ему сейчас не нужно вот это вот там, ну, то, что на два шага впереди. Да, безусловно. И наша задача все это, как бы, понять, переработать и предложить какое-то решение именно для этого заказчика, как можно более инновационное, и так далее. Хорошо, смотрите, значит, сейчас ситуация в экономике непростая, значит, и многие компании, банки в том числе, а может быть, даже одни из первых беспощадно снижают издержки, да, и когда речь заходит об какой-то модернизации онлайн-банки, разработке решения, да, всегда возникает дилемма, но в принципе, еще раз, мы об этом уже говорили, так или иначе, у каждого банка решение есть. Да, не всегда, но возможно красивый, более того, я вот опять вспомню свой личный опыт, я пользуюсь несколькими онлайн-банками, банками, и вот один из них точно прям совсем некрасивый, ну он работает, как бы он функционирует, но вот красоты там и в помине нет, да, какой-то кондовенький, какой-то вообще, но тем не менее он работает. Вопрос, да, вот как сейчас реагируют банкиры, они готовы в это инвестировать, или они говорят, нет, ребят, давайте там минимальными усилиями, там как-то еще. Вот один пример, банк пришел к тому, что им надо реально серьезно поднять бюджеты на расширение онлайн-банка и мобильного банка, потому что этот банк традиционно работает с корпоративными клиентами, зарплатные проекты, но они выяснили, что кредиты выдавать по этой базе зарплатников очень сложно. Почему? Жалуются, люди пессимистично настроены, они не хотят брать кредиты, не покупают машины. А, в этом смысле. Вот. Значит, на чем надо зарабатывать? На транзакциях, да, то есть оплата ЖКХ, там ежедневные вот эти платежи, которые идут, а их нет. Почему? Потому что в день получения зарплаты люди переводят все это в какой-нибудь другой банк, Альфа-банк, там еще где-то, где есть красивый онлайн-банк, где удобно и так далее, где есть программы кэшбэк, здесь там и так далее. Точно, точно, точно. Вот они потеря. Вот сейчас они пытаются заманить их обратно, да, с помощью удобного банка, идет программа интеграции с поставщиками услуг для оплаты их услуг, да, то есть расширение всего этого делала, чтобы и ЖКХ, и там платное телевидение и так далее, что все это можно было оплатить именно из онлайн-банка, чтобы вернуть их. Очень хороший кейс. Когда банк такой, ну, применим такое слово, слегка заскорузлый, так сказать, да, имел крупных корпоративных клиентов, через них крупные зарплатные проекты и жил себе припеваючи. И вдруг оказывается, что нет, жизнь-то ушла вперед, потому что оказывается, люди, получив деньги, либо их сразу обналичивают, снимают в банкомате, либо тратят где-то через другой банк. Ужас. Нет, они даже не обналичивают. То есть, прям по истории транзакции видно, можно обратить внимание, даже телевизионная реклама банков, какая она сейчас стала, рекламируют, удобное приложение, поверните пальцами, получите кредит, все прочее, вот оно и есть. Часто спрашиваю айтишников, да, ребят, а вот когда вы сдаете работу, да, и оцениваете эффективность, в чем она состоит? И очень часто оценка эффективности, это сам факт внедрения некого проекта, да, ну, вот внедрили, там, не знаю, сериалом систему, там, так говорят айтишники. А что скажете вы? Да, этот факт, он уже и есть результат, да, а вот в вашем случае, когда вы предлагаете банку новое решение в области, там, омниканального банкинга, что является результатом? Безусловно, это анализ статистики по сайту, как растет клиентская база, как растет количество транзакций, какая часть бизнеса уходит именно в интернет, ну, то есть, вот такие показатели, они, ну, то есть, они в контракте не прописаны, то есть, такой модели в России пока нет, да, когда подрядчик напрямую завязан на результаты именно бизнеса заказчика. Это может быть и справедливо, потому что вы не можете влиять на его действия, да, но тем не менее, как люди вперед смотрящие, вы должны сказать, что, ребят, наша задача не только внедрить и поставить, но вообще-то мы должны в течение потом некоторой времени после измерять, что было до, какое количество было заходов на сайт, там, конверсии, транзакции, там, и прочее. Буквально год тому назад, когда вся туристическая отрасль начала просто вот скукоживаться со всеми проблемами, у нас один из ключевых заказчиков здесь в России, и практически оставшийся единственным из туристической отрасли, это TUI. Мы им сделали онлайн бронирование, сайт и личный кабинет, и все, что связано с этим на TUI.ru, и проблема была в том, что большая часть поисков выдавала нет результата, потому что бэкенд не был предназначен, он был предназначен для работы агентов, которые знают, как и что находить, а не для онлайна. Мы предложили сами решение, которое с помощью нечетких критериев поиска все равно выдает какие-то результаты, наиболее подходящие, наиболее близкие, причем там результат, запрос можно дать, ну, как бы, человеческим языком, да, натуральным, то есть там, хочу пляжный отдых, и он уже находил варианты и предлагал, или там при каких-то таких критериях. Соответственно, мы резко увеличили то, что называется конверсия, мы резко увеличили то, что называется в среднее время на сайте, то есть человек не уходил, после того, как он получал страничку, нет результатов, и это повысило востребованность самого сайта, его коммерческий успех. Отличная история. Отличная история. Это сайт. И даже, когда мы говорим про банковские решения, наверное, если перевожить на какой-то большой временной лаг, все равно есть же статистика, есть показатель, сколько превращенного клиентов с новых рекламных кампаний. Это то же самое. Есть и так, что экономика будет. Остается буквально пару минут, и несколько слов про будущее. А если смотреть на 3-5 лет вперед, а что будет драйверами взаимодействия компаний со своими потребителями, в вашем понимании, что вы сейчас, когда вы говорите, мы образовываем рынок, что вот сейчас, какие вызовы вы обозначаете своим потенциальным клиентам? В первую очередь, это аналитика. То есть на данный момент и информационная среда, начиная с соцсетей, еще каких-то источников, и сами банки накопили, и телекомендиционные партнеры, которые занимаются, интернет-компании, накапливают, и накапливают достаточно много информации. О потребительском поведении. Да. И если правильно анализировать, если пытаться найти какие-то тенденции, стыковки и так далее, то можно приходить к интересным выводам и это увеличивать. Хотя бы, например, потому что, ну, Синета-сервисы Big Data. Big Data, да. То, что называется Big Data, и аналитика, которая поверх этого построена. Ну, сегодня мы уже знаем, вот, например, если я, там, не знаю, искал пластиковые окна, мне три месяца будут рекламироваться пластиковые окна. Это самое простое. Да, это примитивно. А более вот в сложной модели это как может выражаться? Ну, в сложной модели это строить профили, соответственно, пользователей. То есть по косвенным признакам вычислить, что мне может быть не нужно. Ну, вот классический пример вот из того же, это если человек зашел, я уже там несколько раз это рассказывал, но он работает, вот, например, если человек зашел с большого экрана и днем, скорее всего, на работе, и банку ему имеет смысл предложить кредит на машину, потому что на работе все друг перед другом хвастаются последними новинками именно машины. Если он зашел с планшета, то есть явно видно, что размер планшетный, это вечером, то, скорее всего, сидит на диване, рядом семья, дети, и надо ему предложить ипотеку. И вот действенность вот этих, она будет работать больше. Отличная история. Очень интересно. Да, ну и на самом деле по косвенным признакам можно достаточно много информации собрать, да, то есть если человек зашел на сайт, купил косметику, это, наверное, женщина. Если купил что-то мужское, то это мужчина. Ну и, соответственно, дальше определение из какого региона человек, опять же, с какой техники он зашел и так далее. И, в принципе, можно выстраивать профили пользователей и предлагать им уже тагетированную рекламу. Давайте мы пожелаем компаниям как раз в ближайшем будущем научиться это делать и на этом мы закончим нашу программу. Василий, Артак, спасибо большое, что пришли. Дорогие друзья, с вами была передача технологии успеха IT и ее ведущие Василий Богданов и Александр Неупокоев. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова